Полезный город Давайте эти вопросы все в течение ближайших 10 минут подробно рассмотрим. Коммунальное расходное содержание общего имущества, это понятие введено в 2017 году. До этого этот же ресурс назывался общедомовые нужды, то есть это то же самое. В 2017 году их назвали коммунальное расходное содержание общего имущества и из коммунального ресурса перевели в содержание. По сути, это те ресурсы, которые используются управляющей организацией на содержание общего имущества. Это подъезды, лифты, подвалы, чердаки, то есть это электроэнергия и вода, которую управляющая организация должна использовать для того, чтобы качественно содержать дом. То есть, по большому счету, сменилось только название, а суть работы не поменялась? Суть не поменялась абсолютно. То есть и в 2017 году для данных коммунальных ресурсов на содержание общего имущества были установлены нормативы расчетным путем. То есть в связи с тем, что на данные ресурсы нет счетчиков каких-то, невозможно сосчитать, сколько конкретно электричества ушло на лестничные клетки, на лифты, сколько воды ушло на мытье полов в подъезде. Значит, были установлены нормативы. И по этим нормативам ежемесячно люди оплачивали эти коммунальные расходы на содержание общего имущества. Это все в содержании. То есть в содержании у нас идет жилое помещение, содержание, и дальше отдельными строчками. КР на СОЭ электроэнергия, КР на СОЭ холодная вода, горячая вода, водоотведение. Далее были внесены изменения в 2019 году, и у нас собственникам было дано право платить не только по нормативу, но и в том числе по решению общего собрания по фактическим показаниям общедомовых приборов учета. Там, где они есть, соответственно. Да, да. Но у нас сейчас большинство домов уже имеют оборудованные общедомовыми приборами. Либо по среднемесячному значению, то есть рассчитываем по предыдущему году, 12 месяцев платим по среднемесячному, дальше делаем корректировку. Значит, многие собственники приняли такое решение, платили по фактическим показаниям приборов учета, и сейчас для них ничего не изменится. То есть они как платили, так они и платят. В настоящее время это коснется изменений, опять же, которые внесены у нас с правительством Российской Федерации постановлением 92-м от 3 февраля 2022 года. Данное постановление касается домов, которые оплачивали до сих пор коммунальные расходы на содержание общего имущества по нормативу. Соответственно, в течение первого квартала 2023 года, то есть это январь, февраль, март, управляющая организация теперь в соответствии с этим постановлением может сделать перерасчет за весь 2022 год. Соответственно, у некоторых собственников будет до начисления, у некоторых собственников будет снижение стоимости. То есть это постановление, оно, конечно, в первую очередь призвано для того, чтобы собственники платили реально ту цифру, которую они потребляют. Потому что очень многие дома, в принципе, вот сейчас мы сделали по своему жилому фонду 95 домов. Посмотрели, да, сколько там конкретно? Очень многие дома у нас платили по нормативу больше, чем они потребили по факту в 2022 году. Но есть и те, которые, конечно, будут до начислений и значительно существенные. А можно, для примера, порядок цифр какой-то привести? Ну, вот, не знаю, стандартный дом многоквартирный какой-то взять. Это очень индивидуально. Это очень индивидуально, потому что... Чтобы понимать, на что рассчитываются такие суммы. Да, то есть от чего вообще зависят вот эти вот коммунальные расходы на содержание общего имущества. Совершенно они не зависят от того, сколько управляющая компания тратит воды на мытье подъезда, либо электроэнергии на освещение лифта. Оно зависит исключительно от передачи показаний индивидуальных приборов учета самими собственниками. То есть это же разница между показаниями общедомового прибора учета и тем, что передал каждый собственник. То есть, соответственно, если кто-то занижает свои показания, да, не передает их, либо кто-то платит по нормативу сам лично, то есть при существующем приборе учета он его не поверяет, платит по нормативу. Например, один человек зарегистрирован, один норматив они платят, живет их там 5 человек. То есть это все ложится на дом, это все ложится вот на эти общедомовые нужды. Ну и в том числе вот при такой же ситуации, например, при отсутствии счетчиков и количества зарегистрированных 5 человек, они столько не тратят воды, это тоже все начисляется, и, соответственно, вот в этом случае по дому получается у нас на снятие. То есть там получается, что начисляем мы больше, чем по факту у нас показывает общедомовой прибор учета. Это мы все увидим в квитанциях за январь, февраль, либо за март. То есть это в зависимости от того, как управляющая компания с какой скоростью, так скажем, сможет произвести эти перерасчеты. А как в этом разобраться, на что там нужно будет обращать внимание? Давайте поясним. В квитанции должна быть прописана корректировка по постановлению 92-му за 2022 год. Но там есть такой нюанс, что если у вас получается минус по дому, минус не начисляется, там просто будет выставлен ноль по этому ресурсу. И это будет учитываться в течение какого-то времени, пока полностью этот минус не закроется. Пока баланс не совпадет. Да, пока баланс не совпадет. Но если это доначисление, то это будет сразу выставлено одной суммой. Ну, еще раз повторимся, случай тут индивидуальный каждый, да? Абсолютно. Сколько там будет доначислено, пока предполагать еще рано? У каждого дома уже все посчитано, ну вот, по крайней мере, в нашей управляющей компании. Одни и те же дома, даже стоящие по соседству, абсолютно одинаковые две пятиэтажки, абсолютно разное доначисление либо снятие. То есть это все зависит от индивидуального потребления собственников и их добросовестности в передаче показаний своих приборов в учет. Но, видимо, одна из целей этих изменений, в том числе и вот вывести на чистую воду, что называется, где реальное количество жителей, да, в квартире, на самом ли деле они передают те самые показания, которые потребляют, да? Конечно, конечно. То есть на прозрачность, на чистоту это все направлено. Соответственно, вот те многоквартирные дома, которые оплачивают уже давно по факту, то есть ежемесячно, они в реальном времени это видят. В этом месяце у меня столько получилось коммунальных расходов в содержании общего имущества, в следующем столько, и уже задают вопросы, они начинают уже работать с этими вопросами, обращаются в управляющую компанию. Мы вместе с ними даже проходим квартиры, снимаем показания приборов учета фактически с председателями. То есть мы на эту ситуацию реагируем и стараемся данные, ну, общие домовые нужды уменьшить. В том числе мы проверяем, особенно где большие цифры, вот мы видим просто, что они нереальны, мы начинаем проверять весь дом, особенно нежилое помещение, которое находится в этом доме. И у нас есть результаты, и мы вот такие дома, ну, может быть, не сразу, может быть, через какой-то период времени все-таки находим причины и выводим их на нормальное коммунальное расходное содержание общего имущества. Ну, собственники ведь, как это часто бывает, могут и не пустить в свое жилище. Ну, это, как говорится... Каким образом добиться этой прозрачности, да. В принципе, у нас по законодательству предусмотрено, если ты не пустил раз, не пустил два, то управляющая компания может перевести на норматив. Либо ресурсоснабжающая организация, если ты на прямых договорах. Как в дальнейшем эта работа будет строиться? Вот сейчас мы увидим этот перерасчет, а следующий год и далее? В дальнейшем для, так скажем, избежания вот этих моментов, что один раз в течение, значит, по истечении года вам будет приходить какое-то доначисление либо снятие, конечно, мы рекомендуем всем домам принимать решение и сразу оплачивать коммунальные расходы на содержание общего имущества по фактическим показаниям прибороченных. Если у людей еще остались вопросы, где можно подробную более информацию получить? То есть в свою управляющую компанию нужно обращаться с разъяснениями? Да. То есть все вопросы, когда вы увидите в своих квитанциях данное доначисление, я думаю, что по снятию вопросов будет намного меньше, чем по доначислениям, вы можете обратиться в свою управляющую компанию, она обязана предоставить расчет. То есть как получилась такая цифра, почему, из чего она складывается и так далее. И в дальнейшем вместе с управляющей компанией предпринять шаги для уменьшения таких вот, так скажем, перерасходов, можно так сказать, в будущем. Это все реально, это все работает. И увидите, да, если у кого-то большое доначисление, давайте, как говорится, ну, наши-то совместные, мы это все делаем. Ну, это надо совместно, конечно, с управляющей компанией этот вопрос решать. Благодарю за эти разъяснения. Анна Клепикова, директор управляющей компании «Паритет». Спасибо.